Леонардо Гарсия и Марианна Торрес В сериале Велинда По сюжету Мариэлла Ромеро В ролях Габриэла Вергара, Гектор Ванилья, Карлос Мата, Регина Торне в роли Лоизы, Анна Сиачетти в роли Лукресии, а также Луис Арьета, Таня Аридондо, Ирена Арейла, Аарон Биас, Адриана Катаньо, Продрико Качеру и другие. Авторы сценария Мариэлла Ромеро, Треди Арнандес, Косе Луис Дуран. Композитор Рамиро Пастрана Режиссер Луис Альберто Ла Мата Женись на Аннабелле. Она не может без тебя жить, Рикардо. Она тебя использует. Прошу, Белинда, пойми же это наконец. Как ты можешь быть такой наивной? А как ты можешь быть таким неблагодарным? Все эти месяцы Аннабелла за тебя так волновалась. Она каждый день к тебе ходила, плакала о тебе каждый день. И ни разу не смогла привести ко мне тебя. Это так, мелочь. То кресло не влезало в ее машину, то тебе было плохо. Рикардо, подумай, как она могла привести меня, если знает, как ты ко мне относишься. Но речь сейчас не об этом, а о моей просьбе. Ты бы видел, как ей плохо было вчера. Она так переживала, что мы что-то от нее скрываем. Я не хочу причинять страдания моей сестре. И чтобы она не страдала, я должен на ней жениться? Ты это хочешь сказать? Белинда, ты понимаешь, о чем вообще меня бросишь? Это же какой-то абсурд. Это нелепо. И ты не хочешь избавить ее от страданий? Меня могут тронуть страдания матери, у которой на руках умирает ребенок. Меня могут тронуть страдания людей, которые живут в бедности, и которым нечего есть. Твои страдания. Ты осталась совсем одна. Вынуждена всю жизнь провести в инвалидном кресле и зависеть от тех, кто тебя окружает. Вот какие страдания могут меня тронуть. И меня поражает твоя наивность. Как ты не понимаешь, что Аннабелла пользуется ситуацией, давит на тебя, чтобы ты уговорила меня? Да, тебя не трогают ее страдания. Но ты не знаешь всего. Чего же? Думаю, Аннабелла умирает. Не беспокойся. Мы с тобой легко избавимся от этой несчастной. А о каком плане ты говоришь? Я всегда мечтала отправить ее куда-нибудь подальше, в какую-нибудь клинику на курс лечения. Понимаешь? И я ее пошлю. Пошлю далеко, но только не на лечение. Я отправлю ее в дом инвалидов, где живут такие же немощные, как и она. И им запрещено покидать пределы клиники. Хорошо. Только надо сделать это так, чтобы ее крестные Рикардо не узнали, где она будет. Посмотрим. Я найду способ скрыть от них эту информацию. И похороню там эту мерзавку заживо. А мы с тобой заживем. Так, как жили раньше. Но это придется долго ждать. Скорее бы от нее избавиться. Аннабелла? Да, мама. Может быть, мы наймем сестру милосердия, которая ее потихоньку отправит. И все готово. Прощай навсегда. Проклятая Белинда. Пусть она умрет. Да. Нет. Нет. Нельзя кидаться в крайности, Аннабелла. Нам не нужны никакие проблемы после вскрытия. Кстати, ты говорила, что болит почка. Продолжай свою драму. Мы извлечем из нее пользу. Я приглашу знакомого доктора, чтобы он тебя осмотрел. И он скажет, что твой случай серьезен. Хорошо, я буду стонать, говорить, как мне больно, и не стану с постели. Ладно, врач бы твердит, что тебе очень плохо. И что ты можешь умереть. Так мы и заставим Рикарда жениться на тебе из жалости. А потом случится чудо. Обвинить меня в измене? Ты сошел с ума? Ты раздула все это из-за маленькой моей ошибки. А сама все эти годы изменяла мне с другим. У меня за спиной, Тереса. Замолчи, Энрике. Я никогда тебе не изменяла. Конечно. И я тоже святой ангел с небес. Не лги мне. Послушай. Если бы я с ним спала, я бы скрыла наши отношения так, что ты ничего бы не заметил. Я не стала бы с ним встречаться. Не думай, что я такая дура. Конечно. Ты очень умна. И знаешь, как меня обмануть. Отрицай это сколько хочешь. Я знал, что ты с ним спала. Почему, Тереса? Зачем ты это сделала? Неужели тебя соблазнили его деньги? Он ведь богач. Меня никогда не влекли деньги. Иначе я никогда бы за тебя не вышла. Тереса. Не понимаю, как мы до этого дожили. Но я не хочу разрывать наш брак. Не хочу бросать тебя и моего сына. Более того, я готов тебя простить. Забери свое заявление. Если ты вернешься ко мне, клянусь, я тебя прощу. Прошу тебя. Ты простишь меня? Да. Извини, но я ничего дурного не сделала. И наш брак развалил ты. Понятно? Я-то думала, что мы можем с тобой поговорить серьезно. Я пришла к тебе, чтобы уладить дела и не травмировать нашего сына, Густаво. Но я не пришла просить прощения. Да. Ты дурак, Энрике. Ты ничего не понял. Твоя мама и Карлос Перейра? Как же так? Ты не ошибаешься? Нет, Рената. Я уверен, что говорю. Карлос и моя мама встречаются. Но это какой-то бред. Абсурд. Карлос Перейра, друг Жаклин, и они работают вместе, но... Рената, сомнений не осталось. Я видел, как мама и Карлос целовались в агентстве. Я их застукал. Моя мама пыталась оправдаться, но ее доводы были неубедительны. И дома она мне призналась, что с Карлосом у нее есть шанс снова обрести счастье, начать свою жизнь заново. То же самое сказал и Карлос. Из-за него мои родители поссорились. Ты понимаешь? Да, да, Густаво, прекрасно понимаю. И пусть мама отрицает, но, кажется, их отношения уже зашли слишком далеко. Ну что, идем? Я готов. Да, идем. Все взял? Белинда, с чего ты взяла, что она умрет? Она очень больна, Рикардо. Когда мы уезжали, ты же видел, что у нее постоянные боли. Я так не думаю. Вчера ей стало плохо. Очень болит почка. Сегодня она чуть не упала. Но ты ей отдала здоровую почку. Да. Однако это сложная операция, и тут много нюансов. Возможно, организм начал ее отвергать, и поэтому ее преследуют эти боли. Значит, нужно отвезти ее к врачу на обследование. Да. Я сказала Лукресе. И она вызвала врача. Но все равно я очень беспокоюсь. Чего я не могу понять? Так это зачем ты заставляешь меня на ней жениться? Рикардо, ты такой бесчувственный. Тебе наплевать, что она может умереть? Ты не хочешь подарить ей счастье после того, что у вас было? Возможно, это ее поддержит. Придаст ей сил. Белинда. Нет, нет, не говори ничего. Ты доказал, что ты бесчувственный эгоист. Она тебя так любит, ждет, а ты дашь ей умереть в страданиях. Белинда, ты приехала? А почему ты плачешь? Нет, Варо, я не плачу. Я приехала записаться. Рикардо, прошу, вынь мое кресло. Белинда, нам надо поговорить. Достань кресло, прошу. С удовольствием. Сеньора Элаиза, лучше вызвать людей из химчистки, чтобы они почистили у нас мебель. Хорошо, займись этим сама. Если Аннабелла выполнит угрозу, Лукресию и Адольфо ждет катастрофа и скандал. Их обвинят в преступлении. Грандиозный скандал. Они опозорят нашу семью перед всем обществом. Добрый день. Наконец-то. Привет, мам. Что с тобой такое? Ты плакала? Я плакала? Нет, нет, что вы. Это заметно. Хорошо, что ты пришла. Сходи домой, Густаво. Передай Альфредо, что я хочу его видеть. Пусть придет на обед. Простите, сеньора. Простите, сеньора. Я лучше дам вам его телефон, потому что я сама больше не пойду к Альфредо. Этого я тебя не ожидал. Чтобы ты назначил эту стерву генеральным директором агентства... Успокойся. Прошу тебя, Пабло. Почему она? Почему не я? Тиша, сядь. Сядь. Успокойся. После того, что ты сотворил Адольфо? Ничего особенного я и не сделал. Пойми. Ничего. Всего лишь попросил управлять фирмой ее, а не меня. Не думаю, что тебе бы это все понравилось. Большая ответственность, куча работы. Ты творческая личность. И ты самый лучший художник этого агентства. Кто лучше тебя может разобрать идеи проектов для клиентов? Прошу тебя. Я ведь работаю тут уже уйму времени. Ты нанимаешь сотрудницу. Она обходит меня и занимает этот пост. Я должен его занять. Не принимай это так близко к сердцу, Пабло. Жаклин недолго пробудет во главе агентства. Я дал ей этот пост, чтобы убрать ее с дороги. Я ее не выношу, ты знаешь. Мне надоели ее претензии. Роберто и Лукресия ее защищали. А я сделал ее директором. Малейшая ошибка. И она вылетит отсюда в один миг. Тебе понимаешь? Как только могли Энрике и мой сын пойти против меня. Привет, Тереса. Жаклин. Я торопилась. Спасибо. Что случилось? Ты сказала, чтобы я срочно пришла? Я была у Энрике. Знала бы ты, что он мне надзаварил. Прошу тебя, успокойся. Он стал тебя оскорблять? Да? Если бы оскорблять. Он разозлился на меня и стал кричать. Что я давно уже сплю с Карлосом. Подлец. Он сказал, что простит меня, если я вернусь. Но как он мог? Как он мог подумать после стольких лет жизни вместе, что я ему изменяла? Вот негодяй. По-моему, ты слишком много с ним нянчишься, сестра. И церемонишься с ним. Давно пора подать на него жалобу в суд. Но он угрожал мне, что обвинит меня в неверности. Но, несмотря на все его угрозы, я все же с ним разведусь. Однако, в таком случае, не знаю, как нам жить. Он не будет платить нам. Хотя бы минимум. Ну, насчет денег можешь не беспокоиться, сестра. Меня повысили и назначили генеральным директором агентства. Директором? Я дам повышение Густава, и он будет зарабатывать намного больше. Так что не беспокойся. Да и Карлос Перерро не беден, а он в тебя влюблен. Уверена, он тебе поможет? А если нет? Можешь не сомневаться. Ты думаешь? Да? Спокойно, друг. Не нервничай. Но я еще не работал. Вот и начнешь. Боже, я так волнуюсь. Ты молчи, говорить буду я. Хорошо. Добрый день. Синьора Рассалия тут? Подождите минуту. Спасибо. Как я выгляжу? Надо было одеться более строго. Привет, Густаво. Привет. Я тебя уже жду. Как дела? Хорошо, спасибо. Это Альфредо, мой друг. Рассалия. Очень приятно. Густаво сказал по телефону, что вы ищете работу. Да, верно. Что ж, хорошо. У вас есть с собой резюме? Мое резюме оставил дома, но у меня большой опыт. Я работал в агентстве с Густаво. На какой должности? Я не знаю, как сказать. Я занимался многими делами сразу, изучал дело. Ладно, если честно, у меня нет опыта. Но мне очень-очень нужна работа. Понимаю. Значит, у вас нет опыта. Ну что ж, все равно подыщем вам работу. У нас есть вакансия грузчика на склад. Согласна? Да. Да. Отлично. Спасибо, Рассалия. И тебе. Объясни мне, что происходит. Я ничего не понимаю. О чем ты, Вера? Что такое? Сначала ты отправляешься к нему в тюрьму, потому что жаждешь его увидеть. И что потом? Ты приезжаешь с ним в университет. И я вижу, как ты плакала. И когда он опустил тебя в твое кресло и уехал, ты даже с ним не попрощалась. Почему, Белинда? Вероника, ничего между нами нет. Я дала обещание сестре. Что? Я пообещала своей родной сестре, что забуду его. Родной сестре, да она готова отравить тебя. Вероника, если бы ты знала, каково ей сейчас. Бедненькая она, Белла. Я что, должна ее скорее пожалеть? Ни за что. Хватит, Вера. Если будешь так говорить, я ничего не скажу. Ну ладно, ладно, прости, прости меня. Не уходи. Не хотела тебя рассердить. Идем, ты запишешься, а потом мы поболтаем. Ладно? Ну, прости меня. Мартин, дружище. Как ты? Я так рад тебя видеть. Давай выпьем кофе, и ты расскажешь, как тебя отпустили. Мартин, есть все-таки на земле справедливость. Как я понял, не будет никакого суда. Да. Интерпол задержал Роджерса, и тот признался, что я не причастен. Меня отпустили. Так и должно было быть. Однако, они не должны были держать меня три месяца в заперти в этой тюрьме. Ладно, главное, ты свободен, и точка. Да. Но скажи, чем собираешься заняться? Будешь искать работу? Да, я уже об этом подумал. Помнишь, мой отец предлагал мне когда-то поработать в агентстве? Да. Это не совсем то, о чем я мечтал. Но пока других вариантов у меня нет. Благодаря стараниям этого журналиста Мальдонадо. Он подорвал мою репутацию. Ничего, ты еще все исправишь. И будешь работать в фирме невесты. Нет, Мартин, она была давно уже не моя невеста. Но разве она не навещала тебя в тюрьме постоянно? Верно. Верно. Я подумал, что вы с ней в итоге помирились. Что-то вроде. И я за нее беспокоюсь. За Аннабеллу? Да, она очень больна. Белинда боится, что она умрет и попросила меня жениться на ней. Да, сеньор Гевара. Я передам сеньоре Лукреси, когда она придет. Да. Элена, хочешь, принесу тебе кофе, пока ты ждешь сеньору. Нет, нет, Пати, спасибо. Мы легко сможем снять видеоклип. Ни о чем не беспокойся. Ты только принеси мне записи песен. Я напишу сценарий. Ты изменишь мой имидж? Я хочу, чтобы все девушки были у моих ног, чтобы никто не устоял перед моим новым образом. Да, Гайда? Иисус инфанте прослывет покорителем сердец. Приноси диск и поговорим. А я подберу тебе новый образ. Ты профессионал. Если он и так покоряет толпы женщин, что же будет потом? Подумать, боюсь. Не пугайся. Привет. Отлично выглядишь, Иисус. Тати. Привет, Лакресия. Элена, ты пришла к своему папе? Нет, я хочу поговорить с тобой. Только представь, что у Альфреда какие-то отношения с Караймой. Представляешь? Нет, я тебя не уроню и не надо волноваться. Я справлюсь. Сестренка, аккуратней. Вот так. Готова. Как ты съездила, дорогая. Хорошо. Отлично. А Рикардо разве не повез тебя домой? Я ее привезла. Ладно, мне пора. Надо ехать обратно в университет. Спасибо. Желаю удачи. Счастливо. А, Абелла, как ты? Врач приходил? Мне становится хуже. Мама сказала, что доктор заедет попозже. Боль усилилась. Но скажи, ты уломала Рикардо? Говорила с ним о свадьбе? Да. Да? И что он? Ты мне скажешь? Да. Белинда, прошу тебя. Что сказал Рикардо о нашей свадьбе? Честно говоря, ничего конкретного. Белинда, не может быть. он как-то должен был на это отреагировать. Не понимаю. Но что-то он сказал? Много чего. Сказал, что беспокоится о тебе. Я рассказала ему, что тебе не здоровится. Зря, Белинда. Ты же знаешь, ему плевать, как я себя чувствую. Нет, он обеспокоился. Он очень за тебя волнуется. Сказал, что позвонит тебе. Далу Кресси так и есть. Между Альфредо и Караймой что-то есть. И это длится уже давно. Мой сын и служанка невозможно. Я объясню, что случилось. Я пошла навестить Альфредо Густаво. Эта девчонка тоже пришла и повисла на шею Альфредо. И он когда ее увидел просто запрыгал на месте. Обнял ее, сделав вид, что просто по ней соскучился и целовал в моем присутствии. Я уверена, он сделал это только в знак благодарности. В Лукресе я прекрасно все понимаю и вижу, когда обнимаю в знак благодарности, а когда в знак любви. Я не сомневаюсь, что твой сын встречается со служанкой. Какая низость. Идем ко мне, дорогая. Поговорим немного. Вам звонил сеньор Гевара. Спасибо, Пати. Еще раз позвонит, переведи. Конечно. Спасибо. Да. Идем. Чучо, ты слышал, что сказала сестра Рикарда? Что с тобой, Хисус? А что, со мной все в порядке? Нас обеих ты не обманешь. Удивлен, что твоя бывшая подружка с Альфредо Арисменди наследником агентства недурно. Хватит, Карайма. Меня ты не обманешь. Зачем ты ходила к Альфредо? Он звонил мне и попросил принести ему его книги. Я не могла ему отказать. И зачем ты только это сделала? Опять взялась за старое. В чем дело? Почему ты плакала? Я мама? Карайма, не притворяйся. Донь Елоиза прекрасно все заметила. Ну как тебе еще сказать, чтобы ты о нем забыла? Сама же будешь потом страдать. Мама, все совсем не так, как ты думаешь. Ну ладно, я тебе расскажу. Да, я просто пошла отнести вещи Альфреду. И знаешь что? У него была Елена. Его девушка? Девушка. Он на нее и не смотрел. Перестань. Не вмешивайся в их проблемы. Или они появятся у тебя. Ну мама, на этот раз я совсем ничего не сделала. Во всем виновата Елена. Пока я там была, она все время молчала. А потом предложила меня подвезти сюда. И зачем только я согласилась. Мы вышли на улицу. И тут она на меня накинулась с оскорблениями. Сказала, что я служанка, не имею права уводить у нее жениха. Начала меня упрекать. Полагаю, было за что. Не думаю, что эта девушка стала бы отчитывать себя просто так. Да, я понимаю. Наверное, ее взбесило то, что она увидела раньше. Когда я отдавала Альфреду вещи, он меня обнял и поцеловал щеку. Он только хотел сказать мне спасибо и только. Вот и все, мама. Прости, Рикардо, что-то я не понял. Поправь меня, если я ошибусь. Значит, Белинда сказала, что она была больна, что она умирает. И поэтому она попросила тебя на ней жениться? Да. Она знает, что мы с Аннабелой раньше встречались. И я не принял бы этого всерьез, если бы Белинда так не волновалась. Она думает, что организм Аннабелы начал отвергать почву. Да, понимаю, это серьезно. Если так, то Аннабелла долго не проживет. Пойми это. Надеюсь, все не так плохо. Я тоже. Я заеду сегодня к Аннабелле. проверю, так ли уж ей плохо. Все-таки я ей многим обязан. Она поддерживала меня в тюрьме. Это верно. Но когда ты видел Белинду? Только что. Я привез ее записаться на занятия. Да? Да. Значит, она собирается продолжить обучение. Да, я думаю, ей это необходимо. Я поговорю с учителями, чтобы они ей помогали. Хорошо. Белинда удивительная девушка. Да, да. Даже после смерти родных она не сдалась. Вот хороший пример всем остальным студентам. Верно, но знаешь что, меня беспокоит обстановка в доме Арисменди. Не думаю, что сейчас Белинде нужна именно такая компания для поддержки. Я бы ей помог, но она не дает. почему? Потому что она считает, что сначала я обязан выполнить свой долг перед Анабеллой. Я так старалась, делала все, чтобы он меня полюбил. А оказалось, что он влюбился в пара ему, служанку. Веронита, ты не можешь утверждать, что он ее любит. Это просто каприз Альфредо. мой сын не может полюбить служанку. Но я своими глазами видела, как нежно он ее обнимал. И ты бы слышала, как он сказал ей, что она может навещать его там каждый день. Нельзя вам было его отпускать. Теперь они оба получат полную свободу и будут встречаться, когда захотят. Это нечестно. я все же надеюсь, что ты ошиблась, дорогая. Ты любишь его, волнуешься, и тебе кажутся странными самые обычные вещи. Но обещаю тебе, я с ним поговорю на эту тему, верну его домой. И Лукресия тоже сделает все возможное, чтобы тебе помочь, дочка. Конечно. Можешь не волноваться. Мы решим эту проблему. Я сегодня же поговорю с Караемой. Поговоришь? Нет, Лукресия. Ты должна выгнать ее из дома. Ладно, Элена, разберемся. Оставь это дело нам. Иди домой и не беспокойся. Правда, дочка. Уверяю, Альфредо скоро вернется домой. Не волнуйся. Надеюсь, вы сможете на него повлиять. Пока. Пока, дорогая. Пока. Еще увидимся. Закрыть дверь? Да. Понимаешь, что твои дети скоро устроят хаос в семье? И не только Альфредо с Караемой. Это цветочки. Я Бонабеле с ее угрозами. нет. Я с ней поговорила. Предложила ей план, как избавиться от Белинды. И она успокоилась. Адольфо, ты должен заставить своего сына прийти сегодня вечером к нам. Алло. Синьор Гевара, соединяй пати. Надеюсь, у вас действительно важное и срочное дело, потому что сейчас я совсем на миле. Не волнуйтесь, доктор. Это дело намного улучшит ваше положение. Не могу. Зачем ждать, если я знаю, что Рикардо не придет? Ему наплевать, что мне плохо. Ему всегда на меня плевать. Не волнуйся, она была. Он сказал, что обязательно зайдет. Он за тебя беспокоится. Нет, Белинда, ты говорила это много раз. А он все не идет. Как бы я хотела не любить его так сильно, но не могу. Боже, я так боюсь. Боюсь, что умру и не смогу обнять его перед смертью. Мне страшно. Какая драма. Что с тобой на этот раз? Она будет действительно плохо. Может, это Рикардо? Алло, слушай меня внимательно. Ты сейчас же ляжешь в постель. Мы должны убедить всех, что тебе плохо. Ясно? Скоро к тебе зайдет мой знакомый доктор. Да, да, конечно. Пока. Думаю, мне надо пойти лечь. Аннабелла, Рената, прошу, помоги отнести ее наверх. Нет, нет, нет. Она и сама сможет добраться. Не могу. Но тогда хотя бы вспомни, что пересаженная тебе почка с другой стороны. Нет. Тут у тебя и болит-то нечему. Так что оставь меня в покое, Аннабелла. Я собралась в бар, посидеть немного и выпить. Пока. За что она меня так ненавидит? Поверить не могу, что родная тетя так ко мне относится. Гордане, прошу, отведи Аннабеллу в спальню. Да, 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 конечно, я ей помогу. Синьорита, пойдемте, пойдемте потихоньку. Я не могу. Вот так, вот так, синьорита. Белинда сказала, что Аннабелле стала еще хуже. Нет, Рикардо, ей не просто стало хуже. У нее появились ужасные боли в почке, которые отдала ей Белинда. Сначала боли были слабыми, но сейчас дочери не помогают даже самые сильные обезболивающие средства, хотя она выполняла все предписания врача. Видимо, это обострение от волнения по поводу твоего освобождения. Хотя, может, мы ошибаемся, и действительно идет отторжение донорского органа. но чтобы избавиться от сомнений, надо вызвать врача, который ее оперировал. Да, я ему звонила, но его секретарша сказала, что он в отпуске. Однако, в больнице мне порекомендовали другого врача, доктора Геварру. Поскольку бедняжка еле движется, он приедет ее смотреть домой. Если он подтвердит, что это отторжение, будем готовиться к лучшему. Войдите. Привет, привет, привет. Вы звали? Да, Густаво. Я слушаю. Можешь сообщить Альфредо, что его сестре плохо. Пусть придет домой. Я хочу, чтобы все были дома, когда врач поставит анавелли диагноз. Я ему передам. Спасибо. Густаво, привет. Рад тебя видеть, Рикардо. Взаимно. Адольфо, я сделал все расчеты для проекта по рекламе косметики. Спасибо. Мои слуги Реси сейчас заняты. Предупредишь отдел кадров, что теперь Рикардо будет работать у нас. Хорошо? Разумеется. Добро пожаловать. Спасибо, Асфальдо. Рад с вами работать. Так, думаю, этого достаточно. Может, еще потемнее? Немного, вот здесь. Да? Ну, как? На тебя больно смотреть. Хорошо. И веди себя соответствующе. Я согласна, что твоя мама придумала чудесный план. Это заставит Рикардо на тебе жениться. Хотя зачем он тебе только нужен? Не начинай, бабушка. Мне уже хватило оскорблений Ренаты. Она мне не верит. Если так пойдет и дальше, она сорвет нам весь спектакль. Поговори с ней. Забудь о ней. Не стоит терять на нее время. Ей давно уже никто не верит. Так что давай лучше сменим тему, моя дорогая. Но я не могу думать о другом. Скажи мне, как я выгляжу? Ты думаешь, они поверят, что я умираю? Ну, если они не поверят, что у тебя что-то неладно с почками, они уж точно поверят, что у тебя совсем неладно с головой, внучка. Бабушка, как ты можешь говорить такие вещи? Вот скажи мне, что ты нашла в этом типе, дорогая? Зачем тебе выходить за него замуж? В мире так много мужчин гораздо красивее его и намного богаче. Пошла бы себе другого. Зачем он тебе? Зачем? Не нужен тебе такой муж, который не будет тебя любить? Именно поэтому он мне и нужен. я хочу добиться, чтобы Рикардо лежал у моих ног, и я этого добьюсь. Понятно? Белинда, успокойся. Знаешь, сорная трава сама не засохнет. Перестань, Карайма. Аннабелле вправду плохо. И с каждым часом ей все хуже. Похоже, ее организм начинает отвергать мою почку. Значит, ее прооперируют и вставят ей еще чью-нибудь почку. Перестань сходить с ума. Я знаю, ты волнуешься, она но после того, как она тебе отзывалась, она не заслужила сострадания. Карайма. Да, сеньора. Моя дочь в спальне? Да. Я провожу вас, доктор. Что с тобой, Белинда? Ты волнуешься? На это есть причина. Но, по-моему, это другой доктор. Врач, которая оперировала на Беллу сейчас в отпуске. Но не волнуйся, это отличный специалист. Надеюсь, у Набеллы ничего серьезного. Нет, я не смогу принять деньги от Карлоса. Я ведь его едва знаю, Жаклин. А кто сказал, что ты должна брать деньги? Он ведь может просто устроить тебя к себе на работу. Верно. Я знаю, ты давно уже не работала, но это лучший способ показать Густаву и Энрике, что ты независима. И Карлос с радостью тебе в этом поможет. Ты просто замечательная сестра. Правда? Ты так любишь помогать другим. Да, а свои проблемы не решаю. У меня опять ужасный конфликт с Пабло в агентстве. Опять? Новые проблемы? Что на этот раз? Я знаю, Пабло не успокоится, пока не станет директором всего и не подчинит меня себе. Его взбесило, что меня назначили на этот пост. Видимо, война начнется заново. Привет. Густаво, привет. У меня для тебя чудесная новость. Меня назначили генеральным директором агентства АРИС. Так что скоро тоже жди повышения. Как тебе это? Ты не рад, сынок? Спасибо, тетя. Только все это слишком поздно. Я увольняюсь оттуда. Белинда, я подумал над твоими словами. Прошу, Рикардо, мне сейчас не до разговоров. Только вы с Аннабелой и все было хорошо. Вот и Лукресия. Дорогая, ты плачешь. В чем дело, что сказал врач Лукресия? Как Аннабелла? Моя дочь. Моя дочь умирает, Рикардо. Фильм переведенный озвучен компанией Intra Communications 2005 год.